Сегодня мы хотим представить вам один из новых наших преобразователей с двойной функцией. Значит, это преобразователи USB, соответственно, в RS-485 и CAN. Данный преобразователь имеет две функции. Вот, RS-485 преобразование в счётчиках и возможность подключения к другому преобразователю CAN. Значит, у 230-х счётчиков, если буковка R стоит, то это RS-485. Когда буковка C в этом же месте, то это означает CAN-интерфейс. Вот до этого момента единого преобразователя, он был, Меркурий-221, но он был с двумя разъёмами. Вот этот преобразователь сейчас содержит один единственный разъём, вот как вы видите, и два светодиода. RX и TX, то есть приём и передача, соответственно. Что мы имеем? Вот я хотел бы вам показать, как эта вещь работает. Многие, наверное, уже пользуются предыдущим нашим вариантом. Это USB-RDA преобразователь. Ну, это вот у нас начинается новая линейка таких адаптеров. Ну вот. Значит, комплектуется такой преобразователь полтора метровым кабелем, который мы будем подключать к компьютеру, в частности. Ну вот он воткнулся, проморгнул. Мы его теперь можем найти в диспетчере устройств. Вот после такого подключения у нас данный преобразователь должен появиться... Вот он он. Должен появиться, соответственно, в компортах. Вот появился комп 44. Если мы вытаскиваем, то компорт пропадает. Если вставляем, компорт появляется. Ну, значит, начнём подключение. Внутри этого преобразователя питание взято с USB. Соответственно, мы можем запитать счётчик, у которого внешнего питания нет. В данной ситуации, хотя внешнее питание нарисовано от букв в КС, но так как счётчик не подключен никуда, то питание будет браться от самого преобразователя. Вот что мы и попытаемся вам показать. Начинаем подключать. Ну вот у меня в руках тестовый просто образец. Вообще подписано, естественно, будет. Здесь будет питание, земля и А и Б. Ну, производим подключение. Так. Раз, два, три. Так, руки кривые. Извиняюсь. Начну-ка я это делать постепенно. Так. Что у нас произошло? Вы, наверное, видели, что вот при подключении, при таком, произошло, во-первых, включение самого счётчика. То есть питание стало подаваться от нашего вот этого модифицированного USB RS-485 CAN. Счётчик заработал. Он заработал полностью, в том числе и интерфейс связи, который представлен здесь. В данном случае это RS-485. Работать мы будем через вот этот виртуальный COM-порт, который образовался COM-44. Для этого запускаем наш универсальный конфигуратор. Вот после такого включения конфигуратор вот показывает, что у нас в системе единственный COM-порт. Вот этот виртуальный COM-44. Только в данной ситуации у нас RS-485. Вот я поставил галочку. Никакого эха не надо. Преобразователей больше не существует вот этого эха. То есть ни в CAN, ни в 485 модификации его просто нет. Нажимаем соединить. Соответственно, мы видим, что произошло соединение. Я хочу еще показать, что, например, ну вот энергию, например, мы выберем. И прочитать. Энергия прочиталась. Вот можно еще посмотреть на сам преобразователь, что в моменты чтения происходит четкое моргание двух светодиодов. То есть приемы передающие. А самая фишка-то в чем? В том, что он объединяет два интерфейса. И RS-485, и CAN. С CAN он будет тоже работать, если перевернуть, соответственно, два средних провода. А и Б. Ну, наверное, вот и все. На сегодня обзор закончен. Такие преобразователи мы тоже начинаем выпускать с 1 апреля. Они будут упакованы. К ним будет прилагаться инструкция по пользованию. Значит, будет, естественно, все подписано. И цена такого преобразователя будет 1000 рублей. Все электросчетчики Меркурий, они содержат внутри себя опторазвязку. Поэтому подключение преобразователя напрямую, вот как я сделал. То есть запитывание от USB для него не страшно.